Здравствуйте! Мы с вами на канале Тон Ти Ви и вы смотрите программу Здоровый Интерес. В жизни почти каждой израильской семьи может рано или поздно наступить ситуация, когда кому-то из вас или из ваших близких потребуется пересадка органов. И тут вы понимаете, что нужно либо ждать полгода, а то и год, либо вам предлагают заплатить какую-то неимоверную сумму для того, чтобы ускорить эту операцию. Есть ли способ приблизить эту ситуацию, ускорить эту операцию и получить очередь на пересадку органов быстрее? Сегодня у нас в гостях Кирилл Грозовский, трансплант-координатор больницы Адаса. Кирилл, есть ли такая возможность? Да, такая возможность есть. И эта возможность зависит от каждого из нас. Занимается координацией этой работы, а также направляет ее и курирует Национальный центр трансплантации, который является частью Министерства здравоохранения, абсолютно нейтральная, независимая ни от какой больницы организация, которая сосредоточивает в своих руках списки людей, ожидающих пересадок, находящихся в очереди на пересадку органов. И поэтому решение, которое принимается в центре трансплантации, это решение, которое исключительно принимается на основании медицинских показаний каждого из тех людей, срочность состояния которого требует пересадки органов. Известно, что проблема пересадок органов является проблемой всего мира, потому что количество органов, которые мы можем предложить для пересадок, к сожалению, отстает от количества органов, в которых нуждаются люди, ожидающие пересадок. И проблема, прежде всего, связана с тем, или, скажем так, социальной неготовностью людей, населения всего мира и населения Израиля, к сожалению, в том числе, пожертвует органы после смерти для спасения жизни других людей. Ну а с чем это связано? Просто люди не хотят жертвовать, потому что не хотят, или потому что не знают, или существуют какие-то религиозные ограничения? Люди отказываются или не готовы жертвовать свои органы, либо по незнанию, либо из-за каких-то суеверий, предубеждений. Иногда из неправильной трактовки религии или просто нежелания узнать, что религия или какие-то, может быть, идеологические или философские авторитеты говорят о пересадке органов и что, собственно, за этим следует. Ну а еврейский иудаизм, еврейская религия, она вообще разрешает пересадку органов? Еврейская религия с точки зрения подавляющего большинства представителей иудаизма, авторитетов, алыхи, совершенно верно, не просто поддерживает и приветствует пересадку органов и пожертвование органов после смерти, но и считает это благоугодным и богоугодным делом, то есть митсвой. Проблема в том, что единственное расхождение или точка спора между различными направлениями иудаизма заключается в момент констатации смерти человека. То есть в какой момент наступает возможность взять у человека эти органы? Абсолютно верно. Пожертвование органов в подавляющем большинстве случаев возможно после констатации смерти мозга, что является окончательной, бесповоротной смертью организма, необратимым состоянием, после которого можно пожертвовать органы, можно их успешно присадить, потому что циркуляция крови, то есть кровообращение в организме еще сохранено. Группа ортодоксальных евреев не считает смерть мозга окончательной смертью организма и поэтому, к сожалению, отказывается. И это является единственной пока еще проблемой и единственным моментом, в котором иудаизм не пришел к консенсусу. Но надо отметить, что подавляющее большинство раввинов, в том числе главные раввинаты Израиля и подавляющее большинство религиозных партий государства Израиля поддерживают как смерть мозга, так и приветствуют пожертвования органов после смерти мозга. А кто вообще может пожертвовать свои органы? Как человек, допустим, который изъявил такое желание, может это сделать? То есть заявление написать, позвонить куда-то, смс-ку послать? Любой человек, который считает, что пожертвование органов – это вещь, которая не просто близка ему, близка, может быть, его жизненному пути, Но и спасение, безусловно, жизни конкретных людей – это действительно спасение, ни в коем случае я не привлечу, когда говорят… Это невысокие слова, это правда. Именно так. Может подписаться под донорскую карточку, которая называется карточка АДИ. Так она выглядит. И таким образом он официально делает свое завещание, делает его достоянием как окружающих, так и близких родственников, так и, в принципе, всех, потому что карточка одновременно вносит нас в компьютерный банк данных, который находится в Национальном центре трансплантации. И человек, подписавшись под этой карточкой, таким образом провозгласил о том, что он бы хотел спасти жизни других людей посредством пожертвования своих органов и тканей после его смерти. Кроме самоудовлетворения и понимания того, что ты сделал богоугодное дело, дает ли эта карточка какие-нибудь, скажем так, земные преимущества владельцу? Не имеющий аналогов в мире закон позволит людям, подписавшись под этой карточкой или уже реально пожертвовавшим органы своих близких, получить преимущественное право на получение органов, в случае, если они находятся на листе ожидания. Но только в том случае, если их медицинские показания, они соответствуют медицинским показаниям другого человека, сколько реально человек подписались на сегодняшний день на такую карточку? Вы можете такую цифру назвать? Около 12% взрослого населения государства Израиля, то есть старше 17 лет. То есть сколько это? Это ближе к миллиону людей. Около миллиона человек. И все будут в первых рядах на получение? Они в первых рядах в том случае, если они, либо их родственники первой степени, ожидают органы. Прежде всего, это попытка восстановить некую справедливость для тех людей, которые либо спасли жизнь других людей уже, либо готовы это сделать. И по такому случаю, если есть возможность в случае равенства показателей их, либо другого человека, который под такой карточкой не подписан, безусловно, дать им возможность получить органы. Это не распространяется на детей, безусловно, до 18 лет, не совершено в никаком случае. И, безусловно, окончательное решение принимается на основании медицинских показаний. То есть человек нуждается в органе, и это действительно угрожает его жизнь, и он получит его независимо от того, подписан по карточке, либо нет. Ну, то есть как бы звучит логично с точки зрения здравого смысла. То есть человек, который готов пожертвовать свои органы для других людей, имеет какое-то преимущество и вправе рассчитывать на то, что к нему также отнесутся по-человечески, когда у него наступит, не дай бог, такая ситуация, когда ему это потребуется. На мой взгляд, это, мне кажется, абсолютный долг, во-первых, государства, таким образом, этих людей признать, поощрить и поблагодарить, и выразить им безусловное уважение. А я считаю, что наш человеческий и гражданский долг, безусловно, подумать об этом, подписаться под этой карточкой. То есть подумать об этом заранее. Безусловно, и принять решение самостоятельно, а не оставить его на обсуждение, размышления родственников. Хорошо, Кирилл, и последнее. Как с вами связаться? Это тоже несложно. Можно набрать наш телефонный номер по телефону звездочка 6262, или найти нас на интернетском сайте Национального центра трансплантации, Картис-1, и подписаться под карточкой, или, по крайней мере, получить ответы на все вопросы. Спасибо большое. Всего доброго. Вы были на канале ЭТОН-ТВ и смотрели передачу «Здоровый интерес». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова